Я представляю Санкт-Петербург, городскую многопрофильную больницу, номер 2, офтальмологический центр. Мне, конечно, сложно выступать после такого всеобъемлющего доклада Светланы Владимировны, но мой доклад будет касаться в основном лечения меланом сосудистой оболочки в нашем центре. Как уже было сказано, внутриглазные опухоли являются тяжелой формой офтальмопатологии и представляют угрозу не только для зрения, но и нередко для жизни больного. Среди новообразований органа зрения опухоли внутренних оболочек занимают второе место, уступая по частоте лишь опухолям век. Самым частой опухолью сосудистой оболочки является меланома. Число больных с этой злокачественной опухолью достигает от 10 до 13 человек на 1 миллион населения и составляет около 15% от меланомов других локализаций. Пятилетняя выживаемость составляет от 60 до 95%, как уже показала Светлана Владимировна, и зависит от размеров опухоли, ее локализации и гистологической характеристики. Выявление меланомы на ранних стадиях бывает затруднительно из-за часто бессимптомов течения заболевания, поскольку опухоль, расположенная не в центре, а находящаяся в неоптической активной зоне глаза, бывает даже для пациента нечувствительна. Соответственно, в поздних стадиях прогноз для жизни резко ухудшается. Также на продолжительность жизни влияет и гистологическая характеристика опухоли. Так, при вертериноклеточной меланоме риск метастазирования составляет всего 15%, тогда как при эпителиоидной – 47%. Метастазирование при увиальной меланоме в основном происходит гематогенным путем, и локализация метастазов – это печень, легкие, кости, головной мозг. Автальмологическая помощь в нашем городе оказывается в городской многопрофильной больнице номер 2 в офтальмологическом центре, где имеются две лицензированные онкологические койки на базе 5-го отделения микрохирургии глаза. Диспансерное наблюдение проводится в Санкт-Петербургском глазном городском центре номер 7. Для наружного облучения приопухолевспомогательного аппарата мы направляем больных в Российский научный центр радиологии и хирургических технологий, а также пациенты все находятся под наблюдением онколога по месту жительства. Мы занимаемся лечением меланомы с 1993 года. Ежегодно к нам поступает от 70 до 85 пациентов с увеальной меланомой. Поскольку работами многих авторов, как уже было сказано, доказано, что энуклеация, то есть удаление глазного яблока, не предотвращают развитие возможных метастазов и не улучшают прогноз для жизни больного, в 70% случаев мы прибегаем к орган-сохранному лечению. Все методы орган-сохранного лечения условно можно подразделить на лучевые, хирургические, лазерные. А комбинация различных ведодов лечения повышает его результат. Все пациенты на догоспитальном этапе проходят общеклиническое обследование, выполняется рентгенограмма или компьютерная томография легких, выполняется УЗИ печени или компьютерная томография печени, а также ультразвуковая диагностика глаза для определения размеров локализации и активности опухоли. Как уже было сказано, брахиотерапия – это высокоэффективный метод лучевого воздействия на умиальную меланому и является золотым стандартом в лечении этой злокачественной опухоли. Разнообразие форм и размеров офтальмоаппликаторов позволяет подходить к облучению строго индивидуально. В офтальмологии в нашей стране используются различные виды изотопов. Это бета-излучение стронци-90 и 390, и бета-излучение плюс небольшой процент гамма-излучения, рутени-106 и роди-106. За рубежом используется йод-125. Поскольку бета-излучение обладает небольшой проникающей способностью, методика позволяет подвести к опухоли большие дозы излучения, практически не повреждая окружающие ткани. При планировании лечения офтальмоскопически определяется локализация опухоли. Ультразвуковое сканирование позволяет уточнить диаметр образования с учетом скрытого роста, толщину этого образования и терапевтическую дозу рассчитываем по специальным таблицам, которые прилагаются к офтальмоаппликаторам. Показанием брахиотерапии как самостоятельному методу лечения считаем опухоль толщиной до 6 мм и диаметр не более 15 мм. Операция проводится в условиях операционной под внутривенной анестезией, общей анестезией. Используется микрохирургическая техника. Интраоперационно определяются границы опухоли. Аппликатор подбирается таким образом, чтобы аппликатор перекрывал границу опухоли на 2 мм. В первые несколько дней, через 3-5 дней после окончания лечения происходит видна лучевая реакция. Это отек сетчатки, отек ткани опухоли, локальное кровоизлияние, фрагментация ретинальных сосудов и реактивная отслойка сетчатки. Через 2-3 месяца лучевая реакция стихает и начинается процесс резорбции опухоли. Результаты оцениваем через 1,5 года. К осложнениям относятся транзенторное повышение внутриглазного давления, воспалительные изменения, которые купируются обычными методами, ретинопатия, нейропатия с исходом в атрофию, в случае облучения опухоли, югстопопулярной локализации, то есть опухоли, которая расположена близко к зрительному нерву. Лучевой некроз склеры описан и нами однажды был даже пролечен. Это случай не нашего города, не нашего учреждения. Пациентка поступила к нам с настойчивой просьбой сохранить глаз, и мы предпринимали героические усилия, чтобы этот глаз спасти. Усложнения, по всей видимости, возникли из-за большой лучевой нагрузки на склеру. Оценку эффективности лечения оценивали по следующим критериям. Это полное разрушение опухоли с образованием плоского рутца, частичное разрушение опухоли, то есть опухоли разрушаются более чем на 50%, и стабилизация процесса. Эффективность брахитерапии, как я уже сказала, очень высока. Полное разрушение происходит в 63% случаев, частичное в 13%. Как уже было сказано, эффективность брахитерапии увеличивается в сочетании с другими методами лечения, а именно с транспопулярной терапией. Для проведения транспопулярной терапии, то есть облучения опухоли диодовым лазером длиной волны 810 нанометров через зрачок, используется вот такая установка. Метод методика перекрывающихся полей, непрерывный режим в течение 1 минуты, размер пятна от 1 до 3 мм до побеления ткани опухоли. Показанием для лечения транспопулярной терапии как самостоятельного метода – это опухоли до 3 мм и лечение в сочетании с брахитерапией больших размеров. Противопоказанием к транспопулярной терапии, термотерапии считаем инвазию склеры при ультразвуковой диагностике, толщиной опухоли более 3 мм, при экваториальное расположение, признаки диссеминации процесса и помутнение оптических сред и воспалительные процессы являются абсолютным противопоказанием к этому методу лечения. Вот наши результаты лечения транспопулярной термотерапии. Это результат лечения пациента в сочетании транспопулярной термотерапии и брахитерапии. Блок эксцизии, это увиосклеректомия, относится к хирургическому методу лечения. Показанием к этому методу лечения является расположение опухоли в переднем отделе глаза, размеры опухоли, не превышающие 1 квадрант. Для улучшения визуального прогноза для глаза и для профилактики отслойки сетчатки, которая является самым частым и грозным осложнением в результате этой операции, проводится предварительная лазерная коагуляция сетчатки за 2 недели до предполагаемой операции. Витроктомия в ходе операции через полуовскую часть солярного тела также способствует тому, что в ходе операции не происходит разрыва сетчатки и мы можем ожидать более высокой остроты зрения на этом глазу после операции. Операция проводится под общей анестезией при управляемой артериальной гипотонии во время операции. Операция проводится под общим обезболиванием. Границы опухоли определяются интрооперационно при помощи диафоноскопического просвечивания. Разрезы проводятся в пределах здоровой ткани с учетом скрытого роста. Выкраиваются поверхностные лоскут склеры на толщину приблизительно 2 трети с учетом возможного роста через склеру. И выполняется витроктомия для уменьшения натяжения оболочек и предотвращения разрыва сетчатки. Используется микрохирургическая техника. Сетчатка по возможности щадится, если нет признаков прорастания опухоли. Таким образом удается добиться в некоторых случаях, в довольно-таки большом процентом случаев, высоких визуальных результатов. Накладываются швы на поверхностные лоскут склеры. В стекловидное тело вводится воздух. И рана слизистая вышивается обычным путем. Это блок эксцизии меланомы радужной оболочки целярного тела по той же самой методике. При невозможности выполнить органсохранное лечение или настоятельному желанию больного проводится инуклеация глазного яблока. К сожалению, удаление глаза не исключает возможности появления поздних метастазов. Мы предъявляем высокие требования к положению и подвижности косметического протеза. И поэтому в ходе операции используем орбитальный вкладыш из пористого тетраторотилена. Методика разработана в нашем центре. Профессор Николаенко Вадим Петрович. Создается подвижная основа косметического протеза. И вот это результаты косметического протезирования. Таким образом, меланома хориидея является тяжелой формой офтальмопатологии. Для улучшения прогноза для жизни больного необходимо ее раннее выявление. И правильный выбор методик лечения. Комбинированное воздействие на опухоль различных методов позволяет повысить эффективность лечения. Но лечение у вяленой меланомы больших размеров остается большой проблемой. И требует дополнительного изучения. И каких-то прорывов в лучевой терапии. Надеюсь, что в скором времени мы все-таки получим протоновый пучок, который нам обещают в Гатчине к 2018 году. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. Очень интересно. И что для меня интересно, что вы говорите, что занимается ваше учреждение там, по-моему, с 93-го года. А поток уже сегодняшний у вас 60-70 человек в год. Это пациенты не только Санкт-Петербурга, но и Северо-Запада и всей России, поскольку в нашем учреждении оказывается помощь бесплатно по полису ОМС. Но ваше учреждение это не филиал Института Федорова, нет? Нет. Это другое. Там тоже ведь занимаются, да? Там тоже этим. По новой Ирине Евгеньевне. Да, она недавно, она была в Челябинске, она сейчас переехала сюда. Так вот я и говорю, она же стала работой, это где по новости? Да, в Санкт-Петербурге, в МНТК, микрохирургии глаза. Они только разворачиваются. Только разворачиваются, то есть пока они не занимались проблемами. Бойко Эрнест Виталич является тоже офтальмо-онкологом. И он как раз выполняет вот эти вот операции, о которых говорила Светлана Владимировна, эндорезекции, которые в настоящее время еще искусабельны. Вот смотрите, у вас 60-70, Светлана Владимировна, у вас в год сколько? Столько же у Федоровского института, Московского, около 300, ну может быть 200 где-то, да? Если сложить, получается большая армия. Вот казалось бы редкое заболевание, один там на миллион, два на миллион, да? Да, но у нас вот 142 миллиона, по-моему, у нас гораздо больше больных, если считать их, вот умножая на миллионы. Я до конца Вишина своего рода по Москве просчитала, было точно, у меня получилось один на тринадцать, да, по-моему? Тринадцать человек на миллион населения, Москве и Санкт-Петербург. Понятно. Ну много их, много, несмотря на то, что почти, можно сказать, арфанное заболевание, вот так вот, навскидку, получается потоки пациентов, потоки пациентов. Ну хорошо, что вы их так успешно начинаете лечить, и уже это происходит достаточно давно, благодаря вашим технологиям. Спасибо большое. Я хочу добавить, что в нашем центре мы лечим не только меланому сосудистой оболочки, у нас вся онкологическая помощь города сосредоточена в нашей больнице. Около 400 человек в год у нас проходят пациентов с различной локализацией опухоли. Это и веки, и орбиты, и внутриглазные, в том числе метастатические опухоли сосудистой оболочки. Все у нас. Ну прекрасно, прекрасно. Нет, нет, только взрослые детей, к сожалению, отправляем в Москву. А Павел Игоревич Иванов, он из вашей клиники, из вашей больницы? Нет. Нет. Нет.